Сейчас расскажем о том, что российские военные ночью атаковали Украину беспилотниками типа Шахе с двух направлений, с мыса Чауда во временно оккупирован Крыму и с Курской области Российской Федерации. Всего выпустили 48 ударных дронов, 41 из них удалось уничтожить силам обороны Украины. Их сбивали авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Об этом сообщают в воздушных силах вооруженных сил Украины. Армия России за последние сутки нанесла 4 ракетных и 104 авиационных ударом. Совершила 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по территории Украины. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Под артиллерийским огнем российских военных оказались более 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, а также Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. В результате террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. 97 боевых столкновений произошло на разных участках фронта в Украине за минувшие сутки. В частности, украинские военные отразили 8 атак. Российская Федерация в районе Синьковки, это Харьковская область, и Новоселовского, это Луганская область. Также отбили 28 штурмов на Лиманском направлении и еще 10 на Бахмутском. Кроме того, вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника возле Авдеевки, наносят ему значительные потери. На Марьинском направлении украинские защитники за сутки отбили 18 атак. На Шахтерском отразили наступление армии Российской Федерации южнее Золотой Нивы Донецкой области, а на Запорожском в районах западнее Вербового. Об этом сообщают также в Генеральном штабе вооруженных сил Украины. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, также на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, истощают армию Российской Федерации вдоль всей линии фронта. А в Херсонской области украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Россия вербует подростков на временно оккупированных территориях Украины, чтобы в будущем отправить их на войну. Как сообщают в Украинском центре национального сопротивления, россияне уже строят милитаризованные клубы, сеть таких. Для этого Российско-оккупационные администрации открыли так называемые центры военно-спортивной подготовки в здании одного из колледжей Луганска. Финансируют такие незаконные центры из российского федерального бюджета. Такие действия являются очередным актом нарушения международного права оккупантами, вербующими подростков на войну против их исторической родины. Центр национального сопротивления призывает родителей на временно оккупированных территориях уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики Кремля. Из сообщения центра национального сопротивления. Помощь Британии для Украины в следующем году сохранится на прежнем высоком уровне. Об этом сообщают в британском МИДе. Там отмечают, что ни о каком прекращении и сокращении поддержки речи быть не может, так как Украине необходимо выстоять и одержать победу. Я напомню, Британия является одним из основных союзников Украины. Сначала полномасштабное вторжение российских оккупантов. И сейчас появляется информация. Великобритания озвучила очередную информацию о зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на 37 миллионов. То есть это и гуманитарная помощь, и помощь в военной составляющей. Поэтому это не просто слова, это действительно то, что подкрепляется действиями со стороны нашего союзника Великобритании. Великобритания уже оказала Украине гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 миллиардов фунтов стерлингов, около 6 миллиардов долларов, и будет продолжать оказывать ее. Поддержка будет продолжаться в том же объеме, что и раньше, или даже в большем. Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании. Великобритания. Канада, Эстония и Бельгия первыми имплементировали законы о заморозке российских активов и их передаче Украине. Конгресс США пока рассматривает соответствующий законопроект. Речь идет о том, что снятие иммунитета с суверенных активов государств, которые совершили международное преступление, международное, скажем так, нарушение, серьезное нарушение международного права. В Канаде это уже имплементировано в законодательство, Эстония тоже. И в США это обсуждается на уровне законопроекта. В этой ситуации речь идет о том, что соответствующие государственные органы получают право не просто замораживать, но и конфисковывать активы государств, которые вовлечены в совершение серьезных нарушений международного права. Тем временем Евросоюз разрабатывает механизмы, как передать Киеву, если не все арестованные средства Центробанка Федерации, то хотя бы налог на прибыль, который накопился за период, пока деньги были заморожены. Западные санкции заморозили 300 миллиардов долларов, принадлежащих Российскому Центральному банку. Большая часть этих средств, 180 миллиардов евро, хранится в Евроклеа, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. Недавно Евроклер заявил, что заработал около 3 миллиардов евро на замороженных российских активах только за первые 9 месяцев этого года по сравнению с 347 миллионами евро за аналогичный период 2022 года. И этот рост обусловлен ростом процентных ставок. Из сообщения на сайте Министерства юстиции Украины. Если с передачей замороженных счетов под санкционных российских олигархов ситуация сложнее, в странах Запада частная собственность неприкосновенна, то арестованные активы Центробанка РФ с большей долей вероятности уйдут на восстановление Украины. О сроках передачи денег говорить сложно, утверждают как эксперты, так и правительства стран, которые заморозили активы Центробанка РФ. Подобная практика не применялась ранее. Теперь, без преувеличения, все партнеры Украины работают над разработкой механизма. Мы делали, делаем и будем делать все возможное. Сейчас заморожены российские активы в Швейцарии. Есть два типа активов. Первый – это принадлежащие отдельным лицам или подсанкционным компаниям. И второй – это активы Российского Федерального резерва. И мы сегодня как раз обсуждали дальнейшие шаги в этом направлении. Впрочем, очень важно реализовать санкции очень четко. И, безусловно, мы полностью открыты. Мы слышим позиции разных стран. Правовая основа для того, чтобы получить от России компенсацию за нанесенный ущерб, у Украины уже есть. Соответствующую резолюцию еще в середине ноября 2022 года приняла Генеральная ассамблея ООН. Теперь вопрос в том, будет ли каждая из стран принимать решение о передаче активов на уровне собственного законодательства или государство подпишет международное соглашение, которое облегчит процесс. Неизвестны и пути передачи денег в Украину. Это может быть передача как в Украине, так и в фонд, в международный фонд. Я же хочу напомнить, что планируется создание компенсационного механизма международного, который должен состоять из трех составляющих. Это реестр, это компенсационная комиссия и компенсационный фонд. Это на международном уровне в рамках Совета Европы. Реестр уже, документы подписаны. Так вот, как раз вопрос вот этой передачи активов как раз и решается, куда он будет непосредственно в Украине, или же он будет направлен именно вот в этот компенсационный фонд. Создание компенсационного фонда – третий и последний этап в механизме передачи замороженных активов в Украине. Дискуссии о его формате в Евросоюзе продолжаются. Лариса Зубенко для телеканала «Фридом». Число желающих дезертировать из российской армии выросло почти вдвое за последние месяцы. Если за лето организация «Идите лесом», помогающая избежать участия в войне против Украины, получала около 300 таких обращений, то уже осенью 2023 года обращений почти 600. Правозащитники связывают это с тем, что военные буквально отчаялись дожидаться демобилизации, а также несут огромнейшие потери на неспровоцированной войне против Украины. Подробности об этом наши корреспонденты расскажут далее. Кризис в российской армии обусловлен не только недостатком военных, но и недовольством в рядах Вооруженных сил Федерации, говорят эксперты. У российской армии в принципе проблемы с живой силой. Поэтому вытернуть оттуда сейчас всех тех мобилизованных, которые были за все это время мобилизованы, очень и очень непросто. Что Путину наплевать на трупы, он совершенно лишен эмпатии. Его совершенно не волнует, сколько людей погибнет и останется коллегами. Это практически, как и в старые времена, бабы новых дорожают, поэтому аборты запрещают. В российской армии растет количество дезертиров. По подсчетам медиазоны с начала мобилизации в военные суды России поступило более 4 тысяч дел о самовольном оставлении места службы. По почти 3,5 тысячам вынесены приговоры. Большинство из них условные сроки. Однако это не избавляет дезертиров от отправки на войну снова. По данным проекта «Иди телесом» за осень по сравнению с летом запросов о демобилизации в России стало на 89% больше. Юристы связывают это с тем, что военные отчаялись дождаться мобилизации. Прошел год с начала мобилизации. Если у кого-то оставались надежды, что после определенного срока службы можно будет отправиться домой, то сейчас таких иллюзий нет. Военнослужащие видят, что ротации нет, что даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права» в интервью изданию «The Moscow Times». Российские военные пытаются сломить сопротивление отказников, которые не хотят воевать. Применение пыток – обычное дело. Так мобилизованного Геннадия Кискорова из Хакасии избили и привязали к дереву из-за отказа идти на передовую после ранения. «Они привязали Гену, брата, мужа, к дереву в нательном белье и оставили его на всю ночь находиться привязанным. Шел сильный дождь, со снегом ветер, Гена промок насквозь». После пыток Кискорова вынужден был согласиться идти на передовую. Его родные подали заявление о преступлении в военно-следственные отделы гарнизона и Центрального военного округа. По данным правозащитников, Геннадия Кискорова на ночь привязали к дереву. После пытки холодом и дождем он согласился отправиться на передовую. Как рассказал правозащитникам Семен Кискоров, подобные меры воздействия применялись и к другим военнослужащим. Из статьи издания «Медуза». Изданию «The Washington Post» российские дезертиры рассказали о больших потерях на войне против Украины. По словам военнослужащего Игоря, его мобилизовали в сентябре 2022 года. Он заявил, что никогда не поддерживал вторжение в Украину. А те, кто оказался на фронте принудительно, даже не знали, как держать в руках оружие. Приходит время, и в определенный момент люди понимают, насколько это страшно и насколько тяжелы потери. И наступает момент, когда уже не выдерживаешь. Игорь, российский военнослужащий, в интервью изданию «The Washington Post». По данным украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаться в плен, с начала мобилизации в России они получили более 22 тысяч заявок. Аналитики уверены, что недовольство среди российских военных в дальнейшем будет только усиливаться, что может привести к масштабным протестам на фронте. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом».